И в завершении выпуска. Несмотря на обилие в магазинах искусственных елок, все же многие предпочитают ставить живое деревце, которое создает настоящую атмосферу Нового года. А как правильно выбрать новогоднюю красавицу? За ответом на этот вопрос съемочная группа ЛРТ отправилась на елочный базар. Для начала, как говорится, надо оценить свои возможности. Размер елки должен соответствовать размеру помещения. Причем в комнате должно помещаться не только деревце, но и вся семья. А дальше дело за малым – подобрать елочку на рынке. Елочка, елка – лесной аромат. Вот мы и на елочном базаре. И, конечно же, чтобы выбрать правильную елку, нужно узнать, на что же надо обратить внимание в первую очередь. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, я думаю, надо посмотреть на документы, откуда эта елочка. Это самое главное. И правильно ли ее продают, законно ли. Может быть, ее срубили в соседнем лесу и продают. А это сегодня уголовная ответственность и штраф. И будет не очень приятный Новый год. А далее смотрим на цвет елочки. Точнее, на ее иголки. У свежего дерева они должны быть зеленые. Если окрас желтоватого оттенка – перед вами залежавшаяся ель. Будьте уверены, такое деревце простоит недолго. Чтобы выбрать хорошую, надо обязательно перед покупкой распаковать, потому что у нас очень много запакованных есть елок, посмотреть, покрутить обязательно, потрогать иголки, попытаться их сбить. То есть, если елка будет осыпаться в ближайшее время, то иголки уже прямо на улице начнут подать, если вы их начнете против направления двигать. Посмотрите, чтобы она была ровная со всех сторон, чтобы не была нигде лысая, однобокая. Если выбирать сосну, обратите внимание на количество рядов веток. 5-6 – уже хороший показатель. А еще не забудьте, что при покупке новогодней красавицы вас могут обсчитать при замере длины елки. Когда замеряют елку, пытаются мерить по верхней макушке. Макушка всегда выше. Причем бывает даже и на полметра, может быть, выше у большой елки. Всегда меряется по верхней кроне. Есть вот крона, веточки. И, соответственно, если ее сложить вверх, она ниже, чем макушка. Соответственно, здесь у нас сантиметров 20 есть. И цена на это. От этого же зависит цена. В Люберцах в этом году можно приобрести русскую и датскую ели, сосну, а также пихту. Датская елка премиум класс. Самая красивая и, соответственно, самая дорогая. Русскую ель в этом году в среднем можно приобрести за 1200 рублей. Полторы тысячи обойдется сосна. Чаще всего людей интересует сосна. Ну, во-первых, она дольше стоит. Практика показывает, что елка насыпается гораздо быстрее. И люди уже приходят целенаправленно покупать сосну. А что больше пахнет? Вот это спорный вопрос. Я не знаю, мне кажется, лично мое мнение, что елка более ароматная. Но сосна, мне кажется, ничем не уступает. Кроме традиционных долгоиграющих сосен, популярностью также пользуются еще и запчасти хвойных деревьев – веточки. Мы их любим наряжать, ставить в вазу. Красиво, очень аромат. Ели. Вы сами понюхайте. Это прелесть просто. А кто еще не поставил хвойную красавицу, должны поторопиться. Самые красивые экземпляры забирают, как горячие пирожки. Придя домой, не спешите украшать дерево. Дайте ему хотя бы несколько часов, чтобы отойти от мороза и распушиться. После этого можете смело украшать вашу новогоднюю красавицу. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.